Уважаемый зритель! Материалы расследования, которые стали известными СМИ, проливают свет на его роль во всей этой скандальной истории. По данным следствия, чемоданы с кокаином должны были вылететь в Москву еще в декабре 2016 года, военным бортом из Монтивидия, вместе с вещами российского посла Виктора Коронели. Однако не задолго до рейса дипломаты и полиция двух стран узнали о содержимом груза и помешали его отправке. Шанс послать наркотик в Россию уже под контролем спецслужб представился через год, когда в Аргентину прилетел следующий российский спецборд. За это время ФСБ и дипломаты сорвали как минимум одну попытку обвиняемого Андрея Ковальчука вывести чемоданы самостоятельно. При этом, согласно материалам дела, Андрей Ковальчук передавал посылки в Россию через сотрудников посольствах с 2012 года, и минимум один раз при этом использовался военно-транспортный самолет. Об обнаружении 389 килограммов кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в феврале 2018 года рассказала министра безопасности Аргентины Патриция Буларич. После контролируемой поставки наркотика в Москву были арестованы 6 человек, 3 предполагаемых сообщника контрабандистов в России, руководители фонда «Русские православные меценаты» в Латинской Америке, Морал, Иван Близнюк и Александр Чикало в Аргентине, в материалах российского уголовного дела они не упоминаются, и Андрей Ковальчук в Германии. Кокаиновое дело Воробьев, проходящий по кокаиновому делу свидетелем, работает в посольстве России в Аргентине с конца 2015 года. В его обязанности входят, помимо прочего, обеспечение безопасности посольства его сотрудников, рассказал он на допросе полковнику МВД Александру Забродину, руководителю российской следственной группы по этому делу. Впервые Воробьев встретил Ковальчука в феврале 2016 года, когда в Буэнос-Айрис прилетел за министра внутренних дел Игорь Зубов. Полицейские России и Аргентина сыграли футбол, а в российском посольстве устроили прием, куда был приглашен и Андрей Ковальчук. Завхоз посольства Алябинов представил его Воробьеву как сотрудника Департамента безопасности МИД России, официальный представитель министерства Марии Захарова опровергала, что Андрей Ковальчук был работником ведомства. В беседе на приеме новой знакомой называл имена действующих сотрудников министерства, которых Олег Воробьев знал. Кроме того, Андрей Ковальчук передал дипломату привет от его предшественника, который покинул должность первого секретаря посольства в 2015 году. Во время приема мы обменялись номерами телефонов, после чего Ковальчук несколько раз звонил мне, и мы разговаривали на бытовые темы, рассказал дипломат на допросе. Ковальчук после этого посещал Аргентину еще как минимум трижды, весной 2016 года, в октябре и ноябре 2017 года. Каждый раз он находил время увидеться с Олегом Воробьевым и поговорить с ним на общие темы. «Не о каких принадлежащих Ковальчуку вещах, оставленных на хранение в посольстве, на этих встречах речь не шла», – утверждает Воробьев. Когда в декабре 2016 года сотрудники посольства и полицейские выяснили, что в чемоданах Ковальчука находится кокаин, характер их общения не изменился. Но, как уточнил дипломат в показаниях, свои разговоры с Ковальчуком он стал записывать. Ранее аргентинские СМИ упоминали российское официальное лицо, обозначенное как господин О, в связи с прослушкой телефонных переговоров Ковальчука. «У меня есть 12 коробок с коньяком и две большие коробки сигар. Мне нужен пикап или микроавтобус», – заявил Андрей Ковальчук господина в октябре 2017 года во время своего очередного визита в Буэнос-Айрес. «У меня их нет, и я не хочу ввязываться в это. Извини, но у меня могут быть проблемы», – отвечал господин О. О своем знакомстве с Олегом Воробьевым Ковальчук упоминал в интервью коммерсанту не задолго до своего задержания. «Мы с ним выпили как раз после динамовского моча, вроде подружились даже». Сотрудники посольства считали Андрея Ковальчука высокопоставленным силовиком, куратором дипломатов по линии спецслужб, рассказывал РБК-адвокат бывшего завхоза посольства Абинова Александр Костанянц. Ковальчук представлялся сотрудником различных министерств и ведомств для прохода на территории с особым пропускным режимом и дальнейшего установления контакта с интересующими его лицами, пояснял на допросе один из оперативников главного управления наркоконтроля МВД, который в декабре 2016 года летал в Буэнос-Айрес осматривать чемоданы. Аргентинская пресса называла Ковальчука бизнесменом, сам он говорить о своей работе отказывался. Алябинов и чемоданы с кокаином Чемоданы с кокаином в июле 2016 года принес в школу бывший завхоз Алябинов, говорится в материалах дела. Рабочий по фамилии Дронов упаковал их как дипломатическую почту, и следующие полтора года они хранились в помещении под лестницей, накрытые черной тканью, под грудой хлама, списанных парт и стульев, сломанных компьютеров и принтеров, рядом с бюстом Ленина, рассказал следствию действующий завхоз посольства Игорь Рогов. Чемоданы в подсапке Абинов показал Рогову, передавая ему дело не задал года завершения своей многолетней командировки в августе 2016 года. Отвечая на вопрос Рогова содержимым чемоданов, Абинов предположил, что там вино, мол, в Аргентине оно хорошее и его часть увозят в качестве подарков. По его словам, Андрей Ковальчук должен был приехать и забрать эти вещи. Ковальчука я тогда не знал и спросил у Абинова, кто это такой. Абинов ответил мне, что Андрей Ковальчук, это человек из центра, то есть из МИД России. Абинов о Ковальчуке очень хорошо отзывался, рассказал Рогов. С его слов, Абинов упоминал широкие связи Ковальчука и некие поручения, которые он выполнял по просьбе этого человека, но суть их не раскрыл. Осенью 2016 года Рогову позвонил человек, представившийся Ковальчуком, и справился о вещах. Абинов, к тому времени уехавший в Москву, посоветовал Рогову отправить груз российским военным бортом, который в начале декабря 2016 года прибывал в аэропорт столицы Уругвая, Монтивидия. Я, выполняя просьбу Абинова, какое-то время обращался к сотрудникам посольства, в том числе к военному атташе, чтобы выяснить, возможно ли отправить вещи спецбортом, но безрезультатно. Я спрашивал о Ковальчуке у посла Коронели, он сказал мне, что однажды встречался с ним по просьбе Абинова, Ковальчук в разговоре называл имена разных известных людей, якобы ему знакомых, но кто такой Ковальчук на самом деле, посол не знает и ничего не знает о вещах Ковальчука, рассказал Рогов следователю МВД. Тогда Рогов обратился к первому секретарю посольства Воробьеву. Услышав о чемоданах, Олег Воробьев решил их на всякий случай проверить. Его опасения были связаны с тем, что предыдущий Захо Сабинов зарекомендовал себя с отрицательной стороны, уточнил Воробьев в своих показаниях. Мужчины отправились в подсобку, убрали списанную мебель, разорвали упаковку одного из чемоданов, слои полиэтиленовой ленты и скотча. Внутри оказались прямоугольные плотные упаковки брикеты, попарно смотанные изолентой. Один из брикетов Олег Воробьев скрыл и обнаружил спрессованный белый порошок. О находке Воробьев доложил послу Коронели. Кофе, перец и кокаин как следует из материалов дела. 8 декабря 2016 года в Буэнос-Айрис прилетели из Москвы несколько оперативников МВД и специалистов из Института криминалистики ФСБ. В присутствии Рогова и еще одного сотрудника посольства, Максима Конова, они осмотрели и вскрыли чемоданы, найдя внутри помимо брикетов открытые пачки кофе, специй, орегано, черного и белого перца, компакт-диски, коробки и стирального порошка и туалетную отдушку. Во всех 360 брикетах, как показала аппаратура, оказался кокаин концентрации от 70 до 89%, следует из акта осмотра. После осмотра российскими экспертами чемоданы по судебному решению изъяли сотрудники национальной жандармерии Аргентины, их оснастили ГПС датчиками, а содержимое заменили на муку. Подсобку привели в первоначальный вид. Замок на ее двери был заменен, единственный ключ забрал себе Олег Воробьев. У помещения установили камеру наблюдения, а в школе организовали круглосуточное дежурство. Али Абинов, покинувший Аргентину в августе 2016 года и задержанный в декабре 2017, все это время поддерживал общение со своим приемником Роговым. Мужчины тепло поздравляли друг друга с праздниками, передавали приветы женам, Рогов жаловался на обилие дел, Абинов периодически интересовался судьбой чемоданов. Распечатка их диалогов в скайп есть в материалах дела. Борт улетел, коробки вернулись. Сказали, из-за перегруза, писал Абинов уже знавшая кокаине Рогов 12 декабря 2016 года. Так он ответил на вопрос коллеги, удалось ли отправить чемоданы военным бортом из Монтивидио, столицы Уругвая, расположенной в 200 километрах от Буэнос-Айриса. Тем же рейсом должны были лететь личные вещи человека, которого в разговоре называли ВВ. Это инициалы посла Коронели, но их на борт тоже не взяли. ВВ. демонстративно сетовал Рогов, ВВ сказал, будем ждать следующего рейса. Так что не расстраивайся, надеемся и ждем. История с чемоданами. Периодически Роговой звонил и сам Ковальчук. В июле 2017 года он справился у завхоза о состоянии чемоданов и упомянул, что в них находятся его вещи, вещи Абиновы и даже якобы вещи Матвиенко, имея виду, очевидно, председателя Совета Федерации Матвиенко ВВИ, говорится в показаниях свидетеля Рогова. Во время этого разговора Ковальчук, как мне показалось, был взволнован, спросил и еще раз уточнил, у вас все нормально, у вас точно все нормально, рассказал Рогов на допросе. В октябре 2017 года Ковальчук арендовал самолет бизнес-авиации, чтобы вывезти чемоданы. На нем в Буэнос-Айрис прибыл предполагаемый пособник Ковальчука, Иштимир Худжанов, и некие два латыша, сам Андрей Ковальчук прилетел регулярным рейсом. Отдачи чемоданы Ковальчуку мы не могли, говорил следствие Олег Воробьев, дипломаты и спецслужбы хотели сами проконтролировать доставку груза в Россию, чтобы раскрыть российскую часть цепочки контрабандистов. Сотрудники посольства и ФСБ сделали так, чтобы забрать груз Андрей Ковальчук не смог, на все время его пребывания в Буэнос-Айрисе Рогова направили в командировку в город Мардель Плата, поскольку Ковальчук был уверен, что, кроме завхоза, никто в посольстве о чемоданах не знает и доступа к ним не имеет. В результате Ковальчук покинул Аргентину ни с чем. Спустя месяц он вновь попытался вывести наркотики, однако самолет заранее бронировать не стал. Приехав в Буэнос-Айрис, Ковальчук впервые лично познакомился с Роговым и встретился с ним в пивном баре «Буллер». По словам Рогова, Ковальчук говорил о себе, что работал во многих службах, в том числе российских спецслужбах, знаком и общается со многими высокопоставленными людьми, называл их фамилии. Из речей Ковальчука следовало, что он живет то в России, то в Германии, что он и бывший военный, и психолог, и вообще специалист во многих областях, рассказал МВД завхоз. Ковальчук также сказал, что у него есть коньяк от Боснера, которым он меня обязательно угостит. Что это за коньяк и кто такой Боснер, я не знаю, но сделал вид, что впечатлен речами Ковальчука и его личностью. Глава Боснер Чигарс Константин Лоскутников, фонд Боснер, подтвердил, что неоднократно встречался с Ковальчуком. Ранее экс-председатель Координационного совета российских соотечественников Аргентины Леонардо Голованов говорил, что Андрей Ковальчук представлял немецкую компанию Боснер Чигарс. Судьба чемоданов Рогов поставил Ковальчука перед фактом, его чемоданы перевезены в хранилище при посольстве и готовы к отправке в Россию ближайшим авиарейсом спецборта, который запланирован на первую декаду декабря 2017 года. Я заверил Ковальчука, что все в порядке, что скоро будет смена посла, уточнил Рогов. В Аргентину прибудет борт, которым посол будет отправлять свои вещи и также разрешил другим сотрудникам посольства отправить свои вещи этим бортом. Ковальчука это устроило. Он попросил Рогова наклеить на чемоданы листы бумаги с его, Ковальчука, номером телефона и буквами КД, консульский департамент. Позднее Андрей Ковальчук созвонился с завхозом и попросил его доклеить бирки с именем Низимов А.Н., однако этого Рогов сделать уже не успел. Борт по идее должен был уже приземлиться. Там вещей было просто немерено. Уже накануне получали заказы на мясо, вино, сыр и прочее. Самолет, насколько мне известно, большой, так что использовали его по полной программе. Ждали год, ну пусть подождет еще чуть-чуть, никуда его багаж не денется. Сейчас делегация растащит свои заказы, ну, а потом ему позвонят, написал Рогов 7 декабря 2017 года обеспокоенному судьбой чемоданов Абинова. Группа контрабандистов Сан Ковальчук встретить груз в Москве не мог. Он намеревался попросить об этом либо Абинова, либо неких чекистов, рассказал на допросе Рогов. Чемоданы с мукой и ГПС датчиками в Москве действительно встретили сотрудники ФСБ и МВД. 12 декабря прошлого года на парковке у склада МИДа на улице Василисы Кожиной в Москве они задержали Иштимира Худжамова и Владимира Калмыкова, которые приехали получать груз. О Худжамове и Калмыкове из материалов дела достоверно известно лишь, что именно они оплатили коммерческий самолет, на котором Андрей Ковальчук хотел в октябре 2017 года доставить кокаин в Москву. Тем же вечером был задержан Абинов. Он неофициально работал на Ковальчука в течение нескольких лет, следует из протокола его допроса. С 2012 по 2015 год бывший завхоз отправил в Россию три чемодана Ковальчука, при этом первый чемодан был отправлен грузовым самолетом, а другие два – военно-транспортным. За свои услуги Абинов получил 3000 долларов, признался он на допросе. Что именно было в отправленных чемоданах, неизвестно. Абинов утверждает, что был уверен, ничего запрещенного. Завхоз считал, что занимается контрабандой вина, кофе и полудрагоценных камней. В организованной группе контрабандистов есть и неустановленные участники, следует из постановления о привлечении Ковальчука в качестве обвиняемого, которое датировано 19 декабря прошлого года. При этом, хотя спецслужбы и полиция знали о кокаине в посольстве с ноября-декабря 2016 года, следственный департамент МВД официально завел уголовное дело только 15 ноября прошлого года, за три недели до контролируемой поставки. Двумя днями ранее начальник управления КФСБ Иван Ткачев, известный как куратор оперативной разработки и экс-министр Алексея Улюкаева, принял у починенных оперативные материалы и направил их следователям полиции. Продолжение следует...